Всем привет и слава Украине! Передача новостей из Кавкада продолжает свою работу с вами я, Гелла Васадзе, и сегодня у нас в отведении традиционное итогов недели с хорошо знакомым и любимым вами, Паркадом Магедовым. Приветствую, Паркад, очень рад видеться. Здравствуйте, Гелла! В очередной раз стабильно призываем ставить лайки, подписываться, это нам помогает, и все у нас будет хорошо. Обязательно. Итак, ну, Паркад, начну с новостей, потому что так или иначе мы уже должны подводить эти новости, итоги недели и так далее. Встречи в Сочи, этот хоровод в Сочи, там Азербайджан на нем участвует до весьма и весьма скромном уровне, в общем-то, на уровне премьер-министра, и тем не менее, вот этот хоровод вы на них наблюдаете? Да, ну, нет, ну, во-первых, не скромно, потому что это саммит премьер-министра, вот, и это не скромно. Я понимаю, что премьер-министр, я имею в виду, это не глава государства, я это имею в виду. Ну, да, ну, там только глава государства, только Армения, потому что это премьер-министр, но там мог бы и участвовать вице-премьер, ну, бог с ним, ну, да, от армянской стороны. А так, да, приняли точно такое же участие, как до этого президент принимал участие в Высшем Совете. Да? О чем их официально? О взаимодействии Евразийского экономического союза с, значит, Азербайджаном по тем темам, которые представляют взаимный интерес. Замечательно. Замечательно, вернее, это напомнило, по-моему, Лавуазье был. Вот кто-то из французских математиков, в общем, шел по полюсу, по парку и увидел, значит, корзину воздушного шара, но он приземлился, видимо, в неожиданно, значит, где не знали, где они находятся, они вытянулись из этого, из корзины спросили, извините, говорит, вы, наверное, не подскажете, где мы находимся. Посмотрел на них так и сказал, вы, вы находитесь в корзине воздушного шара. То есть, я так понял, что вы хотите спросить о том, что вступит ли Азербайджан в ЕАЭС, идет ли подготовка? Дай бог, господи. Я хочу спросить о другом, я хочу спросить о том, что было заявление Убрайана, в котором были указаны, как там в Мастере и Маргарете была нехорошая квартира, а там были указаны нехорошие страны. Среди нехороших стран на Южном Кавказе их целых две оказалось, в Грузии отмене Азербайджана там не оказалось. По понятным причинам, кстати, скажите, почему Азербайджан не используется вот таким же образом. Ну и, соответственно, значит, означает ли это, что, в общем-то, Азербайджан дистанционировался настолько от России, что даже и на саммит можно было бы не ехать, но поехали ради приночи. Скажем так, в каждом вот таком объединении есть интерес. Раньше, как политически, так и экономически. Раньше у Азербайджана к таким интеграционным проектам были как бы свой такой верификационный фильтр, критерии. Первый это было отношение к армяно-азербайджанскому-наголовно-карабахскому конфликту, экономическая целесообразность. И влияние на внутренние дела. Азербайджан выбрал третий путь. Выстраивание индивидуальных взаимоотношений. Да, в этом третьем пути есть издержки. Издержки заключаются в том, что ненефтяной сектор Азербайджана он не может развиваться без подключения к большим таможенным пространствам. И Азербайджан это старается решить на двусторонней основе со странами. Это определенные элементы есть свободных торговых договоров, free trade agreements. Сейчас это наиболее актуально с Великобританией. Что-то вот в этом роде планируется заключить с Европейским Союзом. Большой договор. С Турцией это уже есть. Ну и так далее. Я думаю, что традиционно в нашем ненефтяном экспорте лидирующей позиции занимала Российская Федерация и попутно страны Евразийского экономического союза. То есть мы взаимодействуем с ними на разных площадках. И в этом отношении, если для углубления взаимоотношений, для получения вот этих каких-либо экономических преференций на традиционных рынках, нужно участвовать на саммитах Евразийского экономического союза. Или же в будущем в какой-то форме подключаться как партнер по диалогу, наблюдатель, или же индивидуально каким-то проектом. Я не думаю, что Азербайджан от этого откажется. Здесь сугубо прагматичный такой экономический интерес. Плюс в этих объединениях присутствуют страны, с которыми Азербайджан еще и в организации чирских государств. Это тоже нужно учитывать. А они являются носителями того функционала, который заложен в ЕАЭС и в Таможенном союзе. И поэтому мы по умолчанию в рамках нашего взаимодействия должны принимать эти условия, стандарты и так далее. Это вот по экономической целесообразности. На данном этапе, после войны и сложившейся ситуации, нам не так важно отношение к армяно-азербайджанской тематике. Этот критерий по важности, конечно, сошел вниз. Но нам важно взаимодействие с Россией в контексте исполнения тех обещаний, которые предоставляла Россия азербайджанской стороне, и обязательств, которые имеет Россия в рамках трехсторонних заявлений. Это в первую очередь вывод армянских вооруженных сил из Карабаха и Зангизурский коридор, в общем, большой процесс разблокирования. В принципе, президент Азербайджана говорил об этом и 22 февраля 2022 года, когда подписывал, значит, декларацию о союзическом взаимодействии. Ну и сейчас на саммите об этом говорил и президент Москвы, и премьер-министр Алиасадов, значит, в Сочи. Вот мы постоянно напоминаем, что с декларацией союзического взаимодействия мы реализуем все пункты. И мы требуем, и наше ожидание заключается в том, чтобы и Россия со своей стороны выполняла все эти пункты. Мы постоянно об этом напоминаем. Особенно пункты про территориальную целостность, по совместную борьбу с сепаратизмом и так далее. Вот, в принципе, я так вижу эту ситуацию. Достаточно интересная ситуация. Давайте попытаемся припарировать все-таки вот это по слоям. Конечно же, у меня сразу руки чешутся или язык. Побыстрее перейти к военным. Там, вопросом, там, вопросом козапокировки коммуникации. Но до этого я все-таки спрошу про экономику. Понятно, что в свое время мы все были так завязаны с Россией экономически, что, ну, с Россией мы и были завязаны, а больше с кем еще. Помню хорошо, и этот случай я люблю вспоминать, когда я... Это было где-то середина девяностых, когда почему-то все решили, что в Турции все некачественное, а в России все качественнее, чем Турции. Прямо, это было и в Грузии, и в Азербайджане, кстати. Это полетрия, и на восьмом километре стоял тип, который продавал лимонный, и рекламировал их следующим образом оружие лимонно-российские. У нас есть эта инерция того, что белорусские товары качественнее, и вот они исчезают с полок, как появляются. Даже в то время, кстати, я знал одного человека, у которого был магазин в Тбилиси, и одного человека, у которого был магазин в Баку, и они другого не знали, но они говорили абсолютно идентичные вещи, что дерьмо, это российское, в Турции просто нужно покупать качественное, а не везде дешевое. И это было, в общем-то, правильно. Но сейчас-то, если мы говорим о нефтяном рынке Азербайджана, понятно, что рынок нужно менять. Потому что, во-первых, конечно же, большинство ЕС, самым большим рынком. Во-вторых, рынок арабский. Китайский рынок. Хотя в него говорят не так легко залит, но, тем не менее. Но, скажу так, один только рынок Пакистана Азербайджану похватит, учитывая количество населения. Ну, смотря что потребляют в Пакистане. В большинстве случаев они не потребляют то, что у нас есть. Я имею в виду сельскохозяйственную продукцию. Это тоже нужно учитывать. У каждой страны есть свои, как бы, номенклатура товаров, которые они потребляют. Я помню, когда у Катара были проблемы. Помните Саудовской Аравии? Да, да, да. Оказалось, что у них своего большого холодильника нет. Он находится в Объединенных Арабских Эмиратах. Ну, там все закрыли. И, действительно, у них были деньги на руках, а сельхозпродукции не было в маркетах. Ну, и Азербайджан совместно с Ираном и с Турцией подключился к этому делу. Но мы бы оказались неготовыми. Наша, например, система упаковок была очень слабой. И наши товары доходили с большим количеством браков туда. Терялось до 30% продукции, насколько я помню. То есть, и с нашей стороны тоже есть эти ошибки. Я все-таки не склонен к тому, чтобы вот нынешняя номенклатура нашего не нефтяного экспорта, а это в основном сельскохозяйственная продукция, золото и там пару производственных вещей, это метанол и так далее, она вот именно с этой конъюнктурой выходила. Я думаю, что идеальный вариант – это подключение к каким-то производственным цепочкам с вот этим огромным рынком, который есть для того рынка, который есть на юге. Вообще идеальным, то есть оптимальным вариантом является производственные мощности для реализации товаров, например, в Иране, в Ираке, в том же самом Пакистане. Но у нас здесь проблема заключается в том, что, опять же, мы не являемся участником какого-либо таможенного пространства, с одной стороны. С другой стороны, у нас рабочая сила будет подороже, чем в этих странах, в том же самом Ираке, Иране или Пакистане. Только фактор безопасности и географической близости к этим рынкам может сыграть какую-то роль. Но заинтересованность вот этих больших производственных цепочек, создания каких-то мощностей в Азербайджане я не вижу. Может быть, вот на данном этапе, когда логистические цепочки заработают, когда основные какие-то грузоперевозки будут проходить через нашу территорию, появится интерес в свободных экономических зонах, где нет тех бюрократических процедур, создавать эти самые мощности производственные для рынков, которые находятся поблизости. Да, это возможно, и в этом есть какая-то перспектива. Об этом и речь. Я имею в виду интеграцию в мировые производственные процессы, и не потому, что у меня дождик прошел, Россия виновата, дождик, конечно, тоже Россия виновата. Но, честно говоря, на данный момент, это достаточно беспреспективный рынок, но это не значит, что плохо сделал ваш премьер-министр, что поехал туда, и просто к тому, что... Не, ну понятно, ну и часть в ЕАЭС экономическое взаимодействие, но опять же мы не оказались в том списке, о котором вы говорили. То есть стран, которые помогают России обходить санкции. Я думаю, что в этом есть принципиальная позиция руководства Азербайджана. Переходим к главной теме, что называется. Упомянули кейс о выводе армянских военных, выводе разоружения, демилитаризации, как водно это называете, значит, из Карабаха, зоны ответственности, РНТА. Насколько вообще реально то, что Россия может сыграть тут как будто положительно? Ну, эту роль она должна была сыграть. Она не играет эту роль. И сейчас Азербайджан, всякий раз поднимая эту тему и на российской площадке, и на западной площадке, и об этом уже откровенно сказал министр странных дел, правда, он это сказал исключительно в контексте Армении, вот, это является приоритетом, главным препятствием к подписанию мирного договора. Мы это видим так. И я думаю, что все эти предупреждения и возобновления этой темы на каждой встрече, это подготовка к тому, что, ну, когда-то мы предпримем какие-то действия в этом направлении, и лучше, чтобы для сохранения лица, для сохранения какой-то роли своей на земле, лучше, чтобы Россия или же правительство Армении посодействовали в этом. То есть это нормальная, конструктивная практика решения вопросов, которую применяет Азербайджан. Но в итоге, конечно, приходится применять силы или же действовать в одностороннем формате. По поводу транспортных коммуникаций, по поводу транспортных коммуникаций, нам надо делать начать за Ангизор. А я думаю, что проблема, в принципе, решена. Азербайджан и Армения согласны с грузинским принципом, связаны над коммуникациями, Роялти Фархаду Мамедову. Значит, ну, Россия хочет там чего-то контролировать, открыла там посольство, но ходит невредно посольство этого уже дела. И в чем проблема-то? Проблема, опять же, на данном этапе это уже российско-армянское взаимодействие и, в принципе, реакция Марии Захаровой на заявление секретаря Совета Безопасности Армении, она говорила сама за себя. То есть я, честно сказать... А что сказала Мария Захарова? Давайте скажем нашим зрителям. Ну, она, как я высказала, недовольство его заявлением о том, что Армения будет осуществлять, то есть по максимуму, не собирается делиться с Россией функцией по контролю над границами. Чисто по-человечески я российскую сторону понимаю, что в течение 30 лет Россия осуществляла эту функцию на территории Армении, на границе и так далее. А через 30 лет вот вам такое отношение руководства Армении... Крепач не нужен. Как? Крепач не нужен. Да. Вот. То есть российская сторона удивляется тому, что у вас же не было же таких мощностей. Мы позволяли вам высвобождать ресурсы для продолжения оккупации Карабаха, для продолжения агрессивной политики в отношении Азербайджана. А тут вы на этом этапе хотите взять эту функцию себе. И в этом отношении, да, это сейчас предмет как бы острых дискуссий между Арменией и Россией. Какого рода функционал Армения собирается предоставлять Российской Федерации? Это во-первых. А во-вторых, я убежден и уверен, что Армения стремится как-то временно ограничить даже ту небольшую функцию, которую она собирается предоставить России на Замгизурском коридоре. Потому как в трехстороннем заявлении не прописаны временные ограничители деятельности России, да, по обеспечению безопасности. А в Лачинском коридоре, дороге, это пять лет. А здесь этого нет. И вот я вот в течение этих нескольких дней даже в эфире говорил, что если логически подойти, то какой временный ограничитель может быть? Ну, к примеру, до 2025 года, как Лачинская дорога. Но это не выглядит правдоподобно, потому что, ну, они до этого времени... На 2025 году и будет эта дорога до конца построена, и что до 2025 года... Второй пункт, с которым может быть Россия может быть согласна, это увязать вообще с военным присутствием России в Армении до 2044 года. Я думаю, с этим не будет согласна армянская сторона. Амалишах и Малишах. Да, наверное, она увяжет, хочет какие-то временные рамки, которые, ну, наиболее меньшие в этом отношении. Вот я думаю, вот по этим двум темам и идут сейчас переговоры, противоречия между Россией и Армением. Сейчас спрошу. На моей памяти Россия выводила войска... Еще раз говорю, на моей памяти сейчас мне могут привести, наверное, кучу еще примеров. Не считая Габалу, кстати. Ну, Габала – это отдельная точка, где там было 3,5 человека отхоживающих станций. Ну, утромно говоря, 3,5 человека. Мы еще одну станцию построили в Армавире, и решение Азербайджана по увеличению цены за аренду, оно было мотивировано, во-первых, тем, что они предоставили Армению вооружение бесплатно. И мы посчитали, что это, если загадочная русская душа такая щедрая, она может делать такие подарки, она может заплатить вместо 7 миллионов долларов в год, если не ошибаюсь, там было 300, что ли, 200 миллионов. Так поднялась цена. И, во-вторых, мы объяснили это тем, что у вас построена новая станция в Армавире, и она, в принципе, покрывает все то, что покрывала Габалинская РЛС. Да, но вот что касается реально базы военных политического фактора, это база в Батуми, база в Ахал-Калаке, и штаб, это был вообще штаб российских войск на Южном Кавказе, потом, в общем-то, там вообще был штаб ГРВЗ группы российских войск на Кавказе, а до этого был штаб Закавказского военного округа. Кстати, наконец-то это здание, этот монстр разрушили, сейчас там собираются что-то строить. только сейчас. Ну и вот, значит, и в итоге вывели они войска в 2007 году, они окончательно вывели войска, что было в 2008 году, мы помним. Все остальные случаи, я просто, честно говоря, не помню сейчас, может быть, оно и было, ну, если не считать совет, это уже были советские войска, которые вывладили с Германией и так далее. Какой смысл подписывать с русскими договора о том, что выведены войска, ведь понятно, что если... Там вредны торговаться на шепотово, если есть такая возможность, то да. Ведь понятно, что если у России будет хоть малейшее, возможно, они останутся. А если не будет их возможностей, так они уйдут и, может, не уйдут раньше. Вы имеете в виду в контексте Армении? Да, в контексте Армении сейчас. Ну, это им решать, они же союзники. Они союзники по всем пунктам, что бы ни говорили бы. А они еще сказали бы, вы тоже подписали союзную декларацию. Нет, они военно-политические союзники, они имеют обязательства друг перед другом. У них общая система... У них большой договор есть, да. У них общая система ПВО. Россия имеет военную базу, аэродром, осуществляет пограничные функции. Это не просто так. И как от всего этого счастья Армении избавиться, мы сейчас обсуждать не будем, потому что... Я понимаю, но я не думаю, что у Пашиняна есть и в ближайшей перспективе надежда обрывать вот эти связи с Российской Федерацией. Одну секунду. Смотрите. Рисуем и рисуем идеальную картину. Заключается мирный договор с Азербайджаном, решаются все вопросы, Азербайджан и Армения обступают в фазу мирного существования, открываются границы с Турцией и тоже нормальные отношения между Турцией и Арменией. И что? И Россия, они там все равно стоят? Да, потому что есть договор до 2044 года. Во-первых. Во-вторых, Пашинян великолепно пользуются этой прерогативой. У них товароборот на 100% поднялся. У них лишние 3 миллиарда долларов из России появились. Ну и как они появились? Это же российские деньги. И эти связи с Россией никто, то есть отменять их, это все очень сложно. Это требует годы, если не десятилетия. Вот они говорят, американцы им предлагают построить маленькие модульные. Модульные. Модульные, да. Это что? Это чтобы закрыть Мицаморскую АЭС, там, где у России есть договора, они там строят что-то, блок какой-то и так далее. Европейский сайт финансировала ее, мадам Мюнска. Но это годы, это годы. И у России, то есть в этом отношении, я, честно сказать, искренне вам скажу, я со стороны Пашиняна, кроме заявлений, я не вижу ни одного шага или косметических каких-то шагов о том, что они поехали там в ОДКБ, там, на учения какие-то и так далее. Кстати, из ОДКБ он может выйти, но выйти из союза с Россией в ближайшие годы. В большом договоре с Россией. Да, из этого договора, даже при условии подписания мирного договора с Азербайджаном, они не смогут. Потому что они пользуются этими преференциями дела. У них, во-первых, очень много повязано на Россию, от цены на газ и так далее, до вот всех этих кооперационных связей, и это очень глубоко. И он сам, как бы, в английском языке есть такое выражение enjoy, да? Enjoy вот этим, наслаждается, получает прибыли, дивиденды с этого взаимоотношения. То есть это с точки зрения прагматики он не должен и не будет отказываться от этого. И в английском языке, конечно, есть такое выражение enjoy, но в русском языке есть выражение сомнительное удовольствие. Я прошу прощения за немножко. Ну да, ну посмотрите, да, я выложил у себя на канале это. Мишустин говорит, за первые четыре месяца товарооборот с Арменией вырос на 100%. За первые четыре месяца этого года. По сравнению с первыми четырьмя месяцами прошлого года. Прошлый год, первые четыре месяца, был нормальный товарооборот между Арменией и Россией. Я почему говорю нормальный, то есть стабильный, который вот без обхода санкций и так далее. Почему? Потому что война началась в конце февраля. Вот это был бардак, никто не понимал, как обходить санкции и так далее. И первые четыре-пять месяцев это считается нормальным товарооборотом между странами и Россией и Арменией. Уже с июня месяца начался вот этот анормальный рост. То есть, дело, двухкратный подъем товарооборота между Арменией и Россией пришелся на последний, на второй полугодии. Прошлого года. То есть, они за полгода увеличили товарооборот на 100% в годовом измерении. Вы представляете, что это такое? И они не сбавляют темпа этого, обхода санкций. Поэтому у них в первые четыре месяца опять стопроцентный подъем по сравнению с прошлым годом. Конечно, этот подъем замедлится уже в мае, в июне, в июле и так далее. Потому что будут исчислять по сравнению с прошлым годом, уже анормальным ростом. Но если даже эти цифры будут сохраняться, это показатель того, что они все еще enjoy вот этим положением. И у Пашиняна это единственный во внутрополитическом рейтинге его, единственный большой жирный плюс – это экономический рост. Это рабочие места в Армении. Это о чем на ваших передачах говорят армянские эксперты. И они действительно наслаждаются этим положением. И для Пашиняна это важно в контексте его рейтингов внутри Армении. Он от этого отказываться не будет. Я скажу так, я прошу прощения у слабого пола, который смотрит наши передачи, они будут немножко грубоваты. Что такое переспать с филицией? Удовольствия дает никакого, а страху натерпишься? Вот, я думаю, что то, что происходит с Грузией, то же самое, кстати. И с Арменией в контексте… Да, 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 Пашиняна огрызается, Пашиняна делает заявления, какие-то вот эти вещи. Но по фундаментальным темам я никаких подвижек не вижу. Как Магир Григориан руководит всем этим делом, так это все и продолжается. То есть я каких-то… А в том какой-то особенный или это просто… Ну, в Армении говорят, что он вот покровитель всего этого обхода санкций, что там есть личный интерес Пашиняна, что… Вот всю эту систему координируют приближенные. Значит, Пашиняна в первую очередь Магир Григориан. Когда я, кстати, с армянскими экспертами говорю об этом, они мне постоянно говорят, а у Азербайджана слоповые поставки газа могут. Давайте уж… Я понимаю, да? Хорошо. Вот мы можем говорить друг про друга, да? Что хотят. Да-да-да. Нет, но я всегда… Ну, кто оказывается в списке вот этих людей, которые ведут этот список стран, которые в обходе санкций? Фигурирует там Азербайджан? Нет. Нет. Поэтому, да, язычок в этом отношении нужно подкоротить. И руководствоваться теми данными, которые выдают те страны, которые применили эти санкции. Уж они-то точно знают, кто как помогает в России обходить эти санкции. Давайте перейдем к тем странам, которые применили эти санкции именно к Соединенным Штатам и отношениям Азербайджан к Соединенным Штатам. И главный вопрос, конечно же, главный центральный вопрос нашей сегодняшней беседы. Скажу честно, когда сказали, что 21 июля, 21 июля, да? Да, в Юсселе. В Юсселе? Ну, все. Вы на своем телеграм-канале написали «Я подумал» и потом тоже сказал где-то… В общем, все сразу же… Первая лекция была «Чего так долго?» «Чего так долго?» И, в общем-то, потом, когда мы узнали, что будет встреча в Вашингтоне между главными мирами, ну, не знаю, как будет. Я, например, с обречением вздохнул и сказал, ну, процесс идет очень хорошо. И это очень правильно. А сейчас оказалось, что встречи не будет. Вернее, она отложена. Вообще история темная. Я бы хотел, чтобы Вы рассказали о ней, что Вы думаете об этой истории, почему, как и… Вроде как, 20 июня вообще вот сейчас, в чем завтра, должно было быть посезавтра. Первое, что я хочу отметить, что американцы очень активно работают по организации этой встречи. Это чувствуется на всех треках и явно, и неявно. От встреч с экспертами американских дипломатов, как в Азербайджане, так и в Армении, до вот этих всех дискуссий, которые они устраивают и организовывают. Ну и плюс то, что мы видим. Мы видели, что Дерек Хоган на слушании в Конгрессе сказал, что мы зафиксировали те пункты, в которых есть разногласия между Армении и Азербайджаном, подготовили свои предложения. И через 2-3 дня появился Боно, спецпредставитель, встречался с министром иностранного дела Азербайджана и Армении. И сейчас тоже вот этот процесс подготовки идет. То есть Бринкен с Мишелем поговорил и до встречи в Кишиневе, и после этой. То есть мы видим их очень такую бурную активность. Возможно, перенос встречи связан с техническими деталями, потому что опять планируется встреча несколько дней. А для того, чтобы несколько дней было бы, нужно там выкрыть время, появляются какие-то дела и так далее. То есть вот в этом отношении, чтобы обсудить те предложения, которые американцы дают. С другой стороны, если посмотреть на тот фон, который образовался после майских встреч в начале мая в США, а потом в середине мая в Брюсселе, мы можем зафиксировать то, что появилась какая-то детализация признания территориальной целостности. Да, 86,6 вместе с анклавами и с территорией Карабаха. Но там есть предусловие армяне. О том, чтобы они, вот это предусловие касается международного формата диалога армян с Баку. Ну, этим предусловием они дали пас российской стороне, чтобы и российская сторона посредством влияния, значит, на Араика и компанию, вот, они торпедируют процесс. И в этом отношении мы имеем регресс. Да, и никто не может гарантировать, что в ближайшем будущем этот диалог состоится, чтобы предусловие Армении было выполнено. Наш министр иностранных дел системно озвучил это все на ОБСЕ. Четыре пункта, по которым у нас есть претензии к Армении, вот на нынешнем переговорном треке. Это, во-первых, отказ вывести вооруженные силы из Карабаха. Во-вторых, вмешательство во внутренние дела. Я все-таки думаю, что под этим подразумевается ресурсное обеспечение, финансовое обеспечение сепаратистов и военных. Препятствие диалога между армянами Карабаха и Баку. Вот это было что-то новым, потому как Азербайджан перевел стрелки на препятствие к Пашиням. Я это связываю с тем, что наши напрямую, я думаю, в официальной риторике обвинять Россию в этом не будут. Поэтому эти стрелки переведены на Пашиняна, потому как он обладает влиянием на эту группу лиц. И мы это влияние проверили на мюнхенской встрече, когда открыто заявили о том, что Варданян должен уйти, и он ушел через пару дней. То есть есть толк говорить дочери, чтобы невестка услышала? Да, и задействовать механизмы Пашиняна. Потому что мы говорим, что если вы им даете деньги, и они от вас зависят, то они должны исполнять то, что вы говорите. И в принципе какие-то проблески там были гела. Была какая-то информация о том, что распускается парламент, президент подает в отставку этих араек, и создается государственный комитет обороны какой-то. Туда подключаются Санвел Бабаян и Варданян, и это становится единственной структурой, в кавычках, власти в Карабахе. И была такая идея, гипотеза, что именно вот эта структура, где нет лидера, есть такое коллективное управление, посылает каких-то представителей на диалог с Баку. Вот это тоже было. Но этого не произошло. После встречи в Москве, как я и писал, и говорил у вас на передаче, мы услышали ответку Москвы по теме мирного договора из Карабаха. Вот он гайки все замкнул. Роман Бардацарян лучше всего об этом сказал у вас на передаче. Я советую посмотреть эту эфир, эту часть. Я думаю, что сейчас мы тоже требуем от Армении, чтобы они свое влияние там продемонстрировали в конструктивном русле, чтобы этот диалог состоялся на условиях Азербайджана. Ну и последний элемент, который отметил министр Барамов, это клеветническая политика Армении в отношении Азербайджана на международный арен. Это уже Международный уголовный суд. Они опять будоражат тему Лащинской дороги. Опять на заседании ОДКБ Армен Гагарян заявляет о внутренних делах Азербайджана. То есть мы видим расхождение между заявлениями и между действиями. Это тоже отметил Барамов. Поэтому я думаю, что политический фон между... Я готовил целый пост Гела от Вашингтона к Вашингтон, он должен был называться. Я даже подготовил текст, и тут пошла информация, что... Категорически не категорически не категорически. Эту встречу отменили. Я возмущен. Я возмущен и выражаю свой протест. Мне пришлось затормозиться этим текстом, потому что выходило так, что от Вашингтона к Вашингтону у нас явных каких-то элементов того, что есть какой-то прогресс, мы не наблюдаем. Есть опять предусловие. Опять Россия в тандеме... Армения в тандеме с Россией стараются торпедировать этот процесс. У каждого свои интересы. Россия enjoy из этого положения, то есть наслаждает этим положением, потому что все еще имеет какой-то элемент через свои прокси в Карабахе. Торпедировать этот процесс, диалога, который... Армян Карабаха с Баку, который должен привести к мирному договору. Но я думаю, что на нынешнем этапе Азербайджан будет давить, чтобы это предусловие со стороны Пашляна было снято, чтобы подписать мирный договор без этого предусловия, или же убрать эти препятствия, как мы убирали препятствия Палачинской дороги. То есть провести операцию по максимальной демилитаризации этого региона, опять создать новые условия. Я думаю, что это не мешает переговорному процессу. Наоборот, мы увидели, что установка ППП в конце апреля привела к огромной динамике в мае. И все те, кто думают, что отбрасывая далекую перспективу на конец июля, на октябрь какие-то встречи, что Азербайджан не будет предпринимать каких-то односторонних действий, это не так. Мы будем идти в соответствии с собственной повесткой. Если армянская сторона будет проявлять какую-то добрую волю на каких-то этапах, то окей. Если нет, то будем создавать новую реальность и убирать эти препятствия. Опять же, с целью того, чтобы добиться мирного договора. Давайте сейчас постараемся. Прямые ответы на прямые вопросы. Прямой вопрос. У Азербайджана есть сегодня политический ресурс, не военный. Военный, понятно, что есть. Политический ресурс решения проблемы дегидариальной целостности. И, смотрите, это полностью в пределах международных признанных границ. Политический ресурс по решению проблемы дегидариальной целостности в пределах международных признанных границ. Вы что имеете в виду под политическим ресурсом? Политический ресурс – это то, когда у тебя… Военный ресурс у Азербайджана был и осенью 2020 года. Но политического ресурса не оказалось, поэтому было подписано заявление. А сегодня есть политический ресурс для того, чтобы решить это? Я думаю, что да. Потому что переговорный процесс и ожидание Азербайджана детализированы и ясны для всех. В 2020 году шла война. И на Западе не понимали до конца, до чего доведет, так скажем, эта война, к чему это приведет. Поэтому были вот такие не совсем адекватные заявления и действия. На данном этапе, как в Брюсселе, так и в Вашингтоне, полностью проинформированы о позиции Азербайджана, о намерениях Азербайджана, о подходах к решению тех или иных вопросов. И я думаю, неспроста американская сторона на данном этапе активизировалась. Но там есть несколько причин. Но одной из них является то, что они видят, что Азербайджан в ближайшей перспективе решит все эти вопросы в одностороннем порядке. Здесь, я думаю, главным элементом является и для Америки, и для Брюсселя, что этот вопрос все равно решится. И Россия на данном этапе и в ближайшем будущем оказать сопротивление этому процессу не будет способна. Особенно после победы Азербайджана на выборах Трусси. Поэтому они хотят видеть, с чем выйдут в результате Армения и Азербайджан. Есть ли неизбежная демилитаризация этого региона, неизбежная реинтеграция. Да, будет какой-то исход возможный, какой-то части Армян Карабаха из Карабаха и так далее. Если это неизбежно, и вы не можете оказывать сопротивление этому процессу, вы должны взять из этого процесса максимум того, что соответствует вашим интересам. Потому что на выходе мы можем получить в 2025 году, к примеру, восстановление суверенитета Азербайджана и над этой территорией, но без мирного договора, без открытой коммуникации, с продолжением конфронтации. Мы знаем, что опасно в большей степени для Армении, в меньшей степени для Азербайджана, но это опасно. Какой бы враг маленький, слабый, немногочисленный был бы, но если это враг, то им могут и будут пользоваться более сильные игроки против Азербайджана. И какой выйдет Армения из этого процесса? Возможно, что и Россия понимает неизбежность этого. Правильно же? Понимают же это. Они тоже могут воспользоваться этим, чтобы, например, сменить Пашиняна на более удобную фигуру. Чтобы получить призом за отказ, к примеру, от поддержки сепаратизма в Карабахе, получить всю Армению еще раз. Восстановить свои позиции там. Просто сделать так, чтобы Армяне и Карабах оказались бы в Армении. И вот у вас был какой-то сценарий, помните, как убирают Пашиняна у вас на передаче. Они заходят в здания, какие-то берут административные здания, получается хаос, и российская группировка появляется в столице Армении для наведения порядка. А порядок в их понимании – это уход Пашиняна. Ну, к примеру, я говорю. То есть, могут воспользоваться этим? Могут воспользоваться. На выходе Армении какой будет, если это неизбежно стучится без мирного договора, с территориальной претензией со стороны Азербайджана, возможно, с реставрацией пророссийских сил в Армении и так далее. То, что Армения – это плохо, я понимаю, это все ясно, это все очевидно. Где минус для Азербайджана? Минус для Азербайджана? Нет, мы хотим предсказуемо Армению видеть у себя в соседях. Я об этом говорил, и Гейдар вчера об этом рассказал. Субъектную Армению, руководствующуюся своими национальными интересами. И не вмешивающуюся во внутренние дела Азербайджан. Вот, в принципе, основной посыл всего этого дела. Мы заинтересованы и в субъектности Грузии, и в субъектности Армении. Будет у них прозападный курс, пророссийский курс, профранцузский. Главное для нас, чтобы они были бы субъектны. Чтобы они понимали… Про российский курс и Грузию вы тоже не заинтересованы? Нет, не заинтересованы, конечно. И в таком сугубо проамериканском тоже. Но сугубо проамериканский, он менее противоречит нашим национальным интересам, чем сугубо про российский. Ну, сугубо проамериканский, он практически невозможен, потому что у американцев, как минимум, есть один очень мощный курс и Грузии – это Европейский Союз. Это мощный курс и Грузия. Ну, да. Тут говорить о том, что кто-то кого-то сожрет, здесь сложно. Другое дело, чтобы… То есть, если, Гела, основной смысл того, что я хотел сказать, это то, что если брать от обратного, какую картину мы видим в 2025 году, если идти от обратного, то именно сейчас тот период, когда нужно договариваться. И потому что шаги, которые будут уже после этого, они будут вести к реализации сценария того, что мы решим свои вопросы, но без мирного договора с Арменией. Возможно ли мирное существование без мирного договора? Нет. Не в случае… Я слышал вашу дискуссию с господином Дубновым. В случае Азербайджана и Армении нет. Почему? Потому что, например, в отличие от Грузии с Россией, где всегда были экономические отношения, где они сохранялись даже после войны, у Армении и Азербайджана нет каких-либо экономических взаимоотношений вообще с начала 90-х годов. И в этом отношении я не думаю, что они возникнут, если мы будем жить без мирного договора, и мы не сможем мирного сосуществовать. Что происходит в случае каскадного обрушения России в образце 1917 года? Напоминаю, в 1917 году эшелоны шли с фронта через Баку. Скорее всего, нет. Конечно, шли. А откуда появились андроники и так далее, которые устроили резню в конце марта 1918 года? Правильно все, они шли, потому что в Абхазии тогда железной дороги не было. Они так и шли. И прошлись они, Губаш, Амахы, Ленкарань, там 50 тысяч человек убили. Да, 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 да. Я сейчас вспомнил, что просто даже географически, я почему-то в какой-то момент забыл, что железной дороги через Абхазию в Россию тогда еще не было, поэтому там единственный путь был через Теглис, а потом через Баку. Так вот, значит, что происходит вот в этом случае, в случае каскадного обрушения ЛСССР в Россию? Это возможно. Возможно, да, возможно. А что случается? На Азербайджанском треке что происходит? Ну, опять же, то, что Азербайджан планирует сделать в Карабахе, он это делает. То есть он будет свой суверенитет там восстанавливать. А у Армении будут еще больше проблем, потому что каскадное обрушение России приводит к тому, что Армения теряет систему ПВО, которая у нее там есть. Она теряет ту военную базу, которая там есть и так далее. То есть поэтому Пашинян говорит о том, что поражение России в Украине приведет к большим проблемам в Армении. Он же об этом сказал. Да, 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 да. То есть мы закрываем эту тему. Я был бы неправ, если бы я не рассмотрел другой сценарий. В любом виде, на границах 1991 года, не в границах 1991 года, Россия, как империя, сохраняется, режим в России сохраняется и укрепляет свои позиции. А что происходит в этом случае? Нет, давайте так спроецируем, да. Например, полное поражение, бардак. Полное поражение, бардак мы уже сказали, да. Да. Фронт закрепляется. Вот они, в принципе, вот эта акция на Каховской ГЭС, это ответка на Белгород. Это то, что мы готовы... Нет, я не думаю, что это ответка. Я думаю, что это... Больше мы сейчас можем... Нет, ну я так думаю. Я думаю, я прошу прощения, что я перепелываю, я думаю, что это просто показатель... Я согласен с Юрием Федоровым абсолютно. Я думаю, что это показатель, определенный показатель возможностей России делать гадость. Мы можем сделать и такую гадость, и большую гадость, еще большую гадость. А почему они этого не делали до этого? Я думаю, все-таки тема Белгорода, ну, это собирательная область, так сказать, традиционной территории Российской Федерации, да, что если вы туда будете лезть, вот мы готовы на техногенные вот такие катастрофы, в общем, закрепляется фронт, вот второй вариант такой, контрнаступление Украины проваливается. Каким-то образом, каким-то образом, да, фронт остается. Здесь тоже есть два подварианта, что война продолжается с возможными изменениями, или же начинается переговорный процесс, то есть замораживается эта тема. Даже если продолжается, я не думаю, что это принципиально. Нет, принципиально, почему я говорю, потому что высвобождается время у России для того, чтобы быть активным в нашем регионе. Время. Не человеческие ресурсы, а время. Вот. И здесь, да, возможно, что они там начнут продавливать какие-то иные варианты. Вот. Но с ограниченными ресурсами они будут вынуждены принимать какие-то новые реальности. Вот они же приняли реальность ППП, хотя были против этого. Они приняли реальность ППП, когда у них были ограниченные ресурсы. А тут мы, когда-то, не говорим о том, что ресурсы или посвобождаются. Неважно, линия фронта фиксируется, не дай бог, или уже на границе 1991 года она. Режим сохраняется, ресурсы все равно высвобождаются. С точки зрения нашего региона... Реализация повестки Азербайджана, я не думаю, что это претерпит каких-то изменений. Потому что основные события в Карабахе по этим пунктам, о которых я вам сказал, они будут в этом году. Вот как мы предсказывали установку ППП поздней осенью, правильно же? Это мы с конца прошлого года говорили. И вот то же самое можно уже откровенно, то есть по всем заявлениям президента, то, что Министерство обороны показывает каждый день. Это демонстрация того, что мы будем решать, можно сказать, даже этим летом. Основная тема нахождения вооруженных групп там и так далее. Поэтому я говорю, основная демилитаризация, то есть уничтожение военной инфраструктуры. Дзотов, складов, артиллерийских установок и так далее. Вот в принципе это. Это будет в рамках этого года. Я не думаю, что в рамках этого года стабилизируется фронт там, или же там при этом варианте... Мы же сейчас обсуждаем варианты, которые... Давайте исходить из того, что возможно все что улучшено. Да. Сейчас обсуждаем гипотетические варианты. Я, например, думаю, что на границе 1991 года Украина, конечно, выйдет, но режим может посыпаться, может нет. При всем моем горячем желании того, чтобы режим посыпался, вполне возможно, что он какие-то внутренние ресурсы изыщет. Но мы же говорим сейчас не о вероятности, не о степени вероятности, а о вероятностях вообще. Поэтому я просто хочу понять логику артиллерийского руководства, что вот смотрите, в случае, если что-то стабилизируется и так далее, и в этом случае можно опять разыграть российскую карту. Вот они о чем-то не спрашивают. Ну, опять же, даже если они вот и сейчас тоже разыгрывают российскую карту. Пашинян тоже сейчас играет на руку Москве, да, играет фактически. Нет, есть еще французская карта. Кстати, французская карта. Вы призвали бойкотировать прием посольства Франции через взятие бастилии, так? Да, да, да. Вот случилась встреча в Кишиневе, правильно? Выступил с пресс-релизом Шар Мишель. Потом выступил с пресс-релизом Елисейский дворец. А администрация канцеля Шульца не выступила за Елины. Почему они это сделали? Опять на Говну Карабах там упоминали. Ведь у Шульца, у Мишеля уже сформировалась нормальная терминологическая группа, которая удовлетворяет и Баку, и Ирланд. Почему они это сделали? Вот именно поэтому... Почему они подставляют Мишеля, французскую? Вот именно поэтому они сделали, что у Мишеля это терминологическое, скажем так... Ну, поэтому я предложил так ударить больно, протокольно, не идти на это мероприятие. А бездорожью и безхозяйственности? Да, ну, это опять же, то есть это будет популизмом призывать, бойкотировать французские товары. Это популизм. Это нигде никогда не работает. Даже в Армении во время войны турецкие товары, они эмбарго поставили и так далее. Но люди продолжали покупать Элси Вайкики и так далее. И товарооборот, да, он упал, но через Грузию он восстановился. И я опять же скажу, это протокольное, да, очень серьезное. И мы это опробировали на иранском посольстве в феврале, когда никто не пошел, и они отменили это мероприятие. И я просто хочу сказать, что да, Франция это абсолютное зло в контексте взаимоотношений с Арменией. Это абсолютное зло. Но есть какие-то причины, по которым, например, азербайджанская сторона согласилась, чтобы Шольц с Макроном там сидели. Но мы еще раз показали Шольцу, еще раз показали Шольцу, что Макрон, ну это чебурашка, так скажем, легко если сказать. Вы показали Шольцу, что он не Макрон. Что Макрон полная деструктивность и плохо влияет на последические усилия ЕС. Кстати, наш сегодня полетел в Берлин, на что я в дочери давал интервью и сказал, что ребята, ну хорошо, что он полетел в Берлин, но вообще-то шольцов, чтобы с бензиной бы поговорить. Было бы полезно. Черновский, не хочется вас отпускать, но приходится. Огромное спасибо за очень большое. Пожалуйста. Большое спасибо, дорогие друзья, что были сегодня с нами. Всего доброго и до новых встреч.